Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Нормативная база, регулирующая отношения в сфере охраны труда, активно корректируется. Какие законы вступают в силу с 1 марта 2022 года? Что такое микроповреждение и чем оно отличается от производственной травмы? Как работодатель будет требовать от работников соблюдение требований охраны труда? В нашей студии Екатерина Карпухина, консультант департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Екатерина Александровна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, с 1 марта вступили в силу целый ряд изменений в нормативные базы, которые регулируют отношения в сфере охраны труда. Вот давайте обсудим, что меняется, какие законы вступают в силу? В последнее время Министерство труда Российской Федерации нас балует большим количеством изменений и новых нормативных правовых актов, которые регулируют тем или иным образом требования трудового законодательства и законодательства области охраны труда. Начать предлагаю обзор самого важного и актуального, давно назревшего. Это изменения в 197 федеральный закон, а именно Трудовой кодекс Российской Федерации. В частности, была изменена, то есть практически переписан весь десятый раздел Трудового кодекса, который так и называется охрана труда. Изменения коснулись как прав работодателей, прав работников, ну и кроме того появились новые понятия, определения, ну в частности из новелл. Это появилось такое понятие, как оценка производственных рисков. То есть то, что на протяжении последних лет декларирует Минтруд, к чему призывает работодателей, а именно реагировать не на уже случившиеся несчастные случаи, а стараться предотвратить. То есть мы все прекрасно понимаем, что предотвратить намного и дешевле, и безболезненнее, и важнее, конечно, чем, соответственно, реагировать на последствия несчастных случаев на производство. А что такое производственные риски, давайте вот скажем. Производственные риски это те самые опасности, которые возникают на каждом рабочем месте. У нас в Трудовом кодексе до этого была такая процедура, как специальная оценка условий труда. То есть были нормативы установлены, которые, если, соответственно, работодатель и условия труда были в пределах этих нормативов, ну это освещение, температура на рабочем месте и другие физические, химические, биологические факторы, то, соответственно, рабочее место призналось безвредным. Если они выходили за пределы, то, соответственно, они признавались вредными. То есть это уже такая точка, не возврат, что называется. То есть, опять-таки, это значит, либо вредность есть, либо ее нет. Теперь мы должны реагировать уже на потенциальные опасности. Ну, в частности, вываливается на рабочем месте розетка из стены. Вроде бы, по спецоценке, по нормативам пока еще нету фактического наступления вредных условий труда. Но при всем при этом опасность поражения электрическим током есть, возникает. Узвеличивается. Да, совершенно верно. И опасности там перечислено довольно большое количество. Их более сотни. Причем они касаются, как тех опасностей, которые мы по повседневному быту, о чем мы думаем, да, это пожарные риски, те же самые. Опасности поражения электрическим током, другие опасности, то и довольно-таки специфические опасности, ну, в частности, укусы животными, насекомыми в том числе. То есть это тоже появилось? Конечно, да. То есть это подстегивает наших работодателей задуматься, то есть более глубоко подходить к правильной оценке этих самых рисков и правильное создание безопасных условий труда на рабочем месте. Кстати, опять с 1 марта у нас появился специальный документ, именно приказ, который регулирует, как именно необходимо работодателям создавать условия труда на рабочих местах. Тоже нашим работодателям призываю в обязательном порядке ознакомиться с этим. Но это далеко не единственное изменение. У нас... Целая глава переписана, вы сказали, да? Да, совершенно верно. У нас наступил марк месяц, значит, скоро у нас будет международный женский день, и женщин тоже у нас касаются, тоже касаются довольно существенные изменения. В частности, скорректирован у нас список профессий и работ, на которых у нас ограничен труд женщин, то есть там внесены некоторые корректировки. А также изменены, тоже немножко скорректированы нормы поднятия тяжестей. То есть сколько может женщина поднимать за смену в течение смены. Ну, в частности, разовая нагрузка – это не более 15 килограмм. То есть больше 15 килограмм женщина поднимать на рабочем месте, да, за раз. То есть, условно говоря, вот женщины, которые работают в магазинах, в торговых центрах, это первое, что мне в голову пришло, то есть она вот больше 15 килограмм не может, и это закон ограничен. Это законом установлено. А совокупно за день? Ну, тут опять-таки нужно понимать, от профессии, от возраста, опять-таки, от состояния здоровья. Там в этих правилах, собственно говоря, все это довольно подробно прописано. То есть это все очень четко, на самом деле. Четко, да, совершенно верно. Поэтому в обязательном порядке работодателям нужно ознакомиться и с этим документом, и не только нужно думать о нем о том, что это касается именно производственных предприятий, что это касается будет исключительно сферы торговли, о чем вы сказали. Ну, и обычных офисных организаций, да. Не секрет, что иногда и офисные сотрудники поднимают довольно большое количество тяжестей. Ну, да, бедная секретарша несет бумагу. Бумагу несет, да, папки различные с документами. Да, конечно, нужно задуматься о том, что нормы поднятия тяжести, они обязательно для всех, не только для женщин. Вообще, скажем так, в преддверии 8 марта в любом нормальном офисе мужчины должны помочь своим девушкам, женщинам не разрешать им ничего тяжелого поднимать. Это мое личное оценочное суждение. Совершенно верно. Как говорилось в известном советском фильме «Берегите женщин». Берегите женщин, конечно. В обязательном порядке, да. Кроме того, у нас появилось новое положение о комитете по охране труда, то есть орган, который, в принципе, добровольный орган, который может оказывать помощь работодателю в обеспечении безопасных условий труда. Далее у нас с вами появились изменения в законе о специальной оценке условий труда и также о государственной экспертизе этих самых условий труда. То есть после того, как работодатели провели спецоценку, они могут провести, то есть добровольная процедура, провести процедуру государственной экспертизы. То есть насколько правильно она была, эта процедура проведена у работодателя. Потому что иногда возникают вопросы и со стороны проверяющих органов, и со стороны работодателей, и со стороны работников, насколько она была правильно, грамотно и все ли факторы были учтены. Мы должны напомнить, что с 1 января 2014 года, после того, как появилась такая процедура, как специальная оценка условий труда, то вся полнота ответственности за правильность проведения этой процедуры ложится исключительно на работодателя, а не на ту организацию, ту лабораторию, которая проводит у вас соответственно эти измерения. Поэтому мы тоже рекомендуем работодателям в обязательном порядке пользоваться этой услугой, как государственной экспертизой условий труда, для того, чтобы убедиться, что они с своей стороны сделали все правильно. То есть нет ли ошибок, которые могут в какой-то ситуации их, ну скажем так, подставить, подвести под какие-то неприятности? А вот специальная оценка условий труда, охраны труда, вот вы сказали, это кому нужно и зачем? Потому что мне сразу как тут возникает, это каким-то сложным предприятиям технологическим необходимо? Она необходима на самом деле абсолютно всем. У нас есть всего несколько ограничений, то есть на тех рабочих местах, в которых спецоценка не проводится. Это надомники, это дистанционные работники и работники, вступившие в трудовые отношения с работодателями, физическими лицами и религиозными организациями. Всем остальным она в обязательном порядке должна быть проведена в обязательном порядке. И еще один из довольно важных документов, это положение о системе управления охраной труда. У нас вводится новое. То есть опять-таки работодателям необходимо переработать еще и этот документ. Это один из самых важных, основополагающих документов в концепции охраны труда. То есть тот документ, который в принципе у нас с вами позволяет выстроить всю систему. А в чем мы говорим о системе? Потому что если мы с вами коснемся определения, что такое охрана труда, это как раз и есть система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. То есть как именно работодатель должен организовывать эту самую деятельность по сохранению жизни и здоровья работников, именно в этом документе и должно быть обозначено. Начиная от декларации целей, задач, до уже фактических каких-то вещей. Это то есть распределение обязанностей между работниками, работодателями, кто за что отвечает. И какие процедуры, собственно говоря, должны у него реализовываться для того, чтобы достигнуть этой самой цели. Ну и напоследок, говоря об изменениях, тоже очень важные вещи, которые следует сказать, это у нас появились новые правила разработки локальных документов по охране труда. Это что касается деятельности работодателя. Я думаю, что все и работники, и работодатели понимают, что работа, которая повседневная должна выполняться в любой организации, на любом предприятии, должна делаться по инструкциям. То есть тем локальным документам, которые, грубо говоря, и регулируют безопасное проведение работ. Так вот, теперь появились у нас с вами новые правила проведения, создания этих самых документов, инструкций по охране труда. И новое понятие – это локальные правила по охране труда. До недавнего времени, а именно до 1 марта 2022 года, у нас создание правил по охране труда – это было компетенцией, введение органов исполнительной власти. То есть работодатели этим не занимались. Теперь каждый работодатель в своей организации может вводить свои локальные правила по охране труда. Может или обязан? Может. Это не является обязанностью, это является пока что правом работодателя. Вот важный момент, насколько я знаю, вот, Ексельна Александровна, изменения коснутся обеспечения, вернее, скажем, даже не обеспечения, а такое понятие появляется, как микротравмы и микроповреждения. Вот чем это отличается от травмы и как это вообще обеспечит сохранность здоровья работников? Ну, я хотела бы сказать о том, что, да, действительно, это совершенно новое понятие, которое вводится. Микротравма отличается от травмы, естественно, своей незначительностью по отношению к здоровью работника. То есть, если после обычной травмы, тяжелой или легкой даже, не дай бог смертельной, то есть происходит повреждение здоровья, человек уходит на больничный, теряет трудоспособность, то после микротравм, естественно, вы не пойдете в больницу. Вы вот обрезались, обожглись на работе, ударились, возможно, да, до ссадины, до ушиба. Вы с такой травмой в медучреждение не пойдете. Вы останетесь сидеть на рабочем месте, исполнять свои трудовые обязанности дальше. Но теперь, теперь все у нас будет по-новому. Вы об этой своей микротравме должны сообщить своему руководителю. Руководитель дает сигнал специалисту по охране труда, и специалист по охране труда теперь будет делать, производить анализ вот этих самых микротравм. Так что теперь даже офисные работники, которые считаются у нас, служащими и работниками, которые практически на них не действуют никакие вредные и опасные условия труда. Ну, они живут в таких, скажем так, комфортных условиях, и рисков мало. На самом деле риски эти есть. И специалист по охране труда у любого работодателя, видя эти микротравмы, он их фиксирует. Будет введен специальный журнал, и на основе этой информации он будет составлять план, как сделать так, чтобы на рабочем месте работников не доставали даже такие мелкие вещи. Потому что любая микротравма — это несостоявшаяся серьезная травма. А любая серьезная травма — это несостоявшийся смертельный случай. Это очень опасно, и это, конечно же, очень всегда печально. Поэтому, естественно, на форумах весь последний год муссировалась тема, что зачем это все делается, это только излишняя нагрузка на работодателя в виде нового журнала, в виде новых справок, в виде более сильной загруженности, естественно, и специалисты по охране труда. Но на самом деле именно с мелкого начинается все крупное. И узнав, какие мелкие травмы людей на работе подстерегают, мы сможем спрогнозировать вот те самые тяжелые, и, не дай бог, смертельные травмы тоже. Я правильно понимаю, что эта история все-таки в какой-то степени добровольная? То есть журнал-то, конечно, обязан быть, но, допустим, человек шел, я не знаю, ударился лбом о косяк дверной, ну, по каким-то причинам забылся, и у него там появился синяк на лице. Он же, это его личное решение, он может пойти и сказать, что вот, извините, я вот получил эту микротравму, у меня теперь вот синяк под глазом на себе не показывает. Либо он может сказать, ну, сам виноват, и пойти работать дальше. Ну, есть такое понятие, как культура безопасности. И если с вами что-то произошло, какая-то мелочь, надо думать не только о себе, а о тех людях, которые вас окружают, которые с вами рядом работают. И именно культура безопасного поведения, вот сообщения о таких микро-повреждениях нам помогут спрогнозировать более серьезные вещи. Не надо забывать о том, что вокруг нас люди, и что о безопасности нужно думать 24 на 7, а не только вот с 6 до 9 на рабочем месте, вот, все это, все эти новшества, они призваны именно сделать так, чтобы это все проникло вглубь любого работника, и не оставлять на, ну, там, случилось и случилось, в следующий раз не случится. Это надо изменить нашу внутреннюю культуру, на самом деле, потому что, конечно, мы ко многим вещам не привыкли, и на самом деле, ну, это действительно неправильно. То есть, ну, например, там стеклянные стены, которые так любят в последнее время устанавливать в офисах, ну, не секрет, что люди частенько там бьются об эти стеклянные стены, потому что забывают, что она есть там, или, ну, ее не видно, на самом деле. Вот есть еще одно. Работникам, кстати, тоже нельзя забывать о том, что у нас есть обязанности работников в области охраны труда, и о любой ситуации, которая угрожает жизни, здоровью, а также обо всех несчастных случаях, они обязаны извещать своего работодателя. Обязаны. Да, обязанности есть, но, конечно, опять-таки, как Екатерина Александровна правильно сказала, опять-таки, все зависит от конкретного человека. К сожалению, не все и не всегда рассказывают иногда даже о довольно серьезных травмах, которые происходят на рабочем месте. Хотя это неправильно. То есть люди-то, они думают, что они делают благое дело, что они действуют во благо работодателя, а на самом деле они делают хуже. Конечно, да, значит. Потому что, как бы, ну да, это возрастают риски того, что что-то произойдет более плохое. Важное нововведение коснется опасных условий труда. Вот о чем идет речь? Мы уже сегодня упоминали такую процедуру, как специальная оценка условий труда. По итогу спецоценки у нас устанавливается класс условий труда. Оптимальный, допустимый, вредный и опасный. Теперь, уже случилось с 1 марта, все работодатели обязаны приостановить работы, если вдруг условия труда на этих рабочих местах будут признаны опасными. Ну, конечно, это за исключением некоторых ограничений. То есть, есть те работы, те профессии, которых, ну, нельзя фактор опасности исключить. Это пожарные, спасатели. Ну да, вот МЧС, мне сразу в голову пришло. Сотрудники ГИБДД, например, стоят, извините, на дороге, но... Сотрудники ГИБДД не поручуют, что у них будет отнесено к классу опасные условия труда. Да, водолазы. Водолазы очень опасны, конечно. Соктеры. Ну, это вообще люди ходят, так сказать, по грани. Совершенно верно, да. А во всех остальных случаях работы обязаны будут быть приостановлены. И вот что такое вот это опасные условия труда? Это будет каждый раз... То есть, это разработано уже понятие, вот что есть опасное, а что есть вредное? Ну, у нас есть процедура спецоценки, специальной оценки условий труда. И там, соответственно, комиссия по охране, по проведению специальной оценки условий труда при помощи специальных экспертов, она, как раз и приходит к мнению. То есть, мы не можем сказать, что вот именно представители такой вот профессии, наименование должности, да, мы не можем сказать, вот у них будут однозначно опасные условия труда. Нужно опять-таки смотреть, где они работают, в каких условиях они работают. В некоторых условиях может и бухгалтер работать в опасном условии труда, особенно если он работает в здании аварийном. То есть, опять-таки, да, поэтому все это опять будет устанавливаться дополнительно. Но здесь смотрите, какая ситуация может возникнуть. Сегодня условия работы безопасные, а через неделю они могут стать опасными. Ну, например, стройка, вот идет работа, строительные какие-то работы, и вдруг что-то пошло не так, или кто-то ошибся, и вот нам нужно для того, чтобы все это исправить, им придется рисковать. Однозначно. И вот тогда это и становится опасными условиями труда? Они становятся опять после проведения этой самой процедуры специальной оценки условий труда. Да, но при всем при этом мы должны помнить, что среди обязанностей работодателя, 214-я статья Трудового кодекса, одной из основных обязанностей является обеспечение безопасных условий труда. Другой обязанностью является контроль за состоянием условий труда на рабочем месте. Так если работодатель или специалист по охране труда, то есть лицо на которого возлагаются эти обязанности, или непосредственный производитель работы, то есть непосредственный начальник понимает, что возникает новый риск, возникает новая опасность, условия существенным образом меняются. Они обязаны инициировать проведение внеплановой процедуры специальной оценки условий труда. Но если они понимают, что опасность действительно велика, то есть по своим внутренним убеждениям, они в обязательном порядке должны, конечно, остановить эти работы. Не нужно дожидаться, что если человек постоянно работает под страхом смерти, то есть не нужно дожидаться, пока наконец уже комиссия придет к этому самому выводу. Мы должны понимать, что процедура может быть растянута во времени. А событие может произойти не дай бог. Событие может однозначно. Вот еще одна интересная история. Это кодекс дополняется корреспондирующим правом работодателя требовать от работников соблюдения требований охраны труда. Вот что это значит в практической плоскости? Кто ответит? В практической плоскости, в принципе, это понятие, оно у нас существовало и раньше. То есть, опять-таки, работники обязаны соблюдать требования охраны труда. И работодатели могут привлекать работников к ответственности за нарушение требований охраны труда. Ответственность тут, в принципе, довольно понятна. Это у нас привлечение дисциплинарной ответственности. То есть, во-первых, мы можем работника отстранить от работы. Причем это будет его вина, то есть по вине работника. А я напомню, что если мы отстраним работника по вине работника, то зарплату он не получает на этот период. Вот это важный момент, очень важный. Не нужно думать о том, что вы будете халатно относиться к требованиям безопасности, вас отстранят, и вы будете сидеть дома и получать зарплату. Нет, к сожалению, вы не будете. К счастью, к счастью. Ну, для работника, к сожалению, это действительно справедливо. Далее же. Можно привлекать его еще к иной ответственности, опять же, если это повлекло за собой ущерб. Ущерб, возможно, материальный ущерб. Но, опять-таки, если мы не соблюдаем требования охраны труда, из-за этого ломается оборудование, получает травму кто-то из коллег. Опять-таки, то есть в судебном порядке, но ни в коем случае не по решению работодатию. То есть, опять-таки, не выплачивать заработную плату мы его не можем. На основании того, что, допустим, он сломал перфоратор работник. Мы не можем. Это, то есть, опять по решению суда. К этой ответственности тоже мы можем привлечь. Ну и, конечно, увольнение. От него тоже мы никуда не денемся. Если мы понимаем, что работник постоянно, систематически нарушает требования безопасности, нарушает правила внутреннего трудового распорядка, ну, опаздывает на работу. Поэтому среди мер ответственности может быть еще и увольнение. Екатерина Александровна, вот такой вопрос. Я сейчас послушал. Вот ситуация существенная, на мой взгляд, мое оценочное суждение, становится сложнее для работодателя. Документов будет больше. Вообще будет посложнее работать. А вот специалистам по охране труда поможете? Потому что много будет новых документов, много будет новых бумаг. Я так понимаю, будет много отчетов. Вот где взять все образцы, у кого проконсультироваться, кто подскажет, кто поможет. То есть, скажем так, кто поможет, а не накажет. Потому что наказать-то у нас желающих много, а вот помочь хотелось бы, чтобы почаще помогали. Ну, функцию надзора и контроля, конечно же, у нас осуществляет Государственная инспекция труда, которая будет смотреть, штрафовать, что есть, чего нет. Вот Министерство труда со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку работодателям. Методическая помощь в организации работы охраны труда это то важное, чем мы занимаемся каждый день. Это любые средства связи, звонки, электронная почта. Есть, естественно, сайт Минтруда Самарской области. Специалисты Департамента условий охраны труда оказывают методическую помощь по любым вопросам, которые касаются охраны труда. Естественно же, все номера документов, номера приказов, мы их сегодня просто не озвучивали, чтобы не заполонять информацию. Ну, не перегружать, да. Все это у нас есть, да. 263-55-43. Телефон Департамента условий охраны труда. Естественно, это все бесплатно. У меня ни о каких деньгах там никогда не идет речи. Естественно, это все в меру конфиденциально, потому что некоторые работники, звоня нам, не хотят указывать там название организации, чтобы это не повлекло каких-то к ним санкций. Санкций, да. То есть всегда проконсультируют наши специалисты нашего департамента. Вот. Всесторонняя поддержка абсолютно. Плюс ко всему, хотел бы добавить о том, что, встречаясь некоторое время назад, мы с вами разговаривали, я в частности говорила про детский конкурс, безопасный труд в моем представлении. Он в данный момент идет. Девятый. Да, очень хорошо. Скоро будут результаты. Кстати, после нашей прошлой беседы, буквально через сутки, мы узнали, что двое самарских ребят заняли первые места на выставке в Москве. Им прислали денежные призы на карту. Плюс просто призы. Было очень приятно и детям, и родителям, и педагогам. Вот. Один мальчик был из Шанталинского района с видеороликом, первое место занял. И еще одна девушка из Красноярского района. Она нарисовала очень красивый, интересный информативный рисунок про работу на высоте. Вот. А в данный момент у нас проходит 14-й конкурс, смотр конкурс на лучшую организацию в сфере охраны труда. То есть это уже для серьезных организаций, это уже не детский конкурс, это конкурс для взрослых. Несколько номинаций. Вся информация есть у нас на сайте, поскольку там достаточно объемная заявка. Есть специальная кнопочка конкурсы. Вот. Призываем всех участвовать для того, чтобы лишний раз себя и проверить. Может быть, не только для того, чтобы победить, а чтобы лишний раз себя еще и проверить, все ли есть, что требуется законодательством трудовым в данной организации. Вот. Если чего-то нет, то, соответственно, доработать. Опять же, спросить... Совета. Совета, да. Вот. Так что этот конкурс, он, конечно, направлен на то, чтобы лишний раз работодатели задумались о том, насколько сложно соблюдать все требования охраны труда, насколько это важно и нужно. Ну, и самое главное, наверное, то, о чем я говорю всегда, менять культуру нашу, то есть отношения, что это не потому, что тебя заставляют, а потому, что это нужно, ну, на самом деле, тебе же самому, потому что, не дай бог, что-то произойдет, тебе же жить потом с этим. Уважаемые гости, вот программа подходит к концу. В конце программы хотелось бы задать вопрос. Вот если попытаться в целом охарактеризовать вот этот тренд, вот эти изменения, которые идут в сфере охраны труда, на что они направлены, в какую сторону мы движемся? Ну, скорее всего, можно охарактеризовать, что федеральные органы, Министерство труда и правительство Российской Федерации, оно пытается привить как раз работодателю, о чем мы с вами сегодня неоднократно говорили, новую культуру, новое понимание того, какие должны быть условия труда на рабочем месте. Неоднократно Минтруд Российской Федерации уже неоднократно нам напоминает о том, что существует такая международная программа и концепция Vision Zero, то есть концепция нулевого травматизма. То есть она добровольная, но опять-таки все больше и больше стран приобщаются к ней, все больше и больше организаций вступают, то есть придерживаются принципам того, что за безопасностью отвечают не только работодатели и специалисты по охране труда, а это находится в понимании, это находится в компетенции обычных рядовых специалистов по охране труда. Потому что опять, любую травму, любой несчастный случай можно предотвратить. И реагировать нам нужно уже. Охрана труда как раз и направлена на то, чтобы идти на шаг впереди. То есть законодатель устанавливает тот минимум, мы должны понимать, минимум требований на рабочих местах, какие в обязательном порядке должны быть. Но мы, но опять-таки, это инструменты. Мы понимаем, что с этими инструментами мы можем делать что-то простое, а можем делать что-то очень и очень хорошее, как вот с телефоном, можно делать обычные кнопочные, можно делать что-то очень такое модное, современное. Инструменты нам Министерство труда дает. И не только Минтруд, там другие органы, задействованные в этом вопросе. А вот как мы, соответственно, распорядимся этими инструментами, это уже находится в компетенции и ведении работодателя. Но в обязательном порядке мы должны понимать, что этими инструментами нужно пользоваться. И Министерство труда оказывает помощь в Организации безопасного условия труда. И Государственная инспекция труда Самарской области, которой многие работодатели очень сильно боятся. Вместе с тем, с 2021 года у них появилась новая функция оказывать помощь работодателям. То есть не просто прийти с проверкой оштрафовать, но они еще и могут помочь советам, рассказать опять-таки. Не забываем еще о представителях специальных служб, именно отделов охраны труда на местах. То есть во всех администрациях районных, в городах это городские администрации, в муниципальных районах Самарской области это районные администрации, тоже есть специалисты, которые в обязательном порядке при обращении работодателя направят и объяснят, что нужно делать. Дадим образцы документов, то есть какие могут быть, собственно говоря. То есть дело за обращением. Дорогие работодатели, я призываю обращаться к нам, обращаться к министерству, государственную инспекцию. Легче предотвратить несчастный случай, легче составить тот минимум документов, который должен быть у каждого работодателя, чем платить штрафы, чем разбираться с последствиями несчастных случаев, профессиональных заболеваний. Профилактика, это должны стать вот таким вот нашим кредо у всех работодателей, в том числе в области охраны труда. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Я предлагаю вот на этом месте поставить многоточие. Продолжим через месяц наше общение. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Екатерина Карпухина, консультант департамента условий и охраны труда Министерства трудозанятости и миграционной политики Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского круга Самары. Берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»